Христианство у кельтов британских островов появилось во II веке стараниями миссионеров с европейского континента. К 300 году некоторые британцы уже были христианами. Найденные археологами артефакты свидетельствуют о растущем присутствии христиан в Британии еще до 360 года. Доказательством сохранения христианства в Восточной Англии является также культ Святого Альбана. Здравствуйте! Мы находимся на месте зарождения христианства в Англии. В 595 году римский папа Георгий I направил монаха Августина в Англию с целью обращения в христианство англосаксов. В 597 году миссия прибыла в Кент. Место высадки Святого Августина на берег Англии отмечает Кельтский крест. Эстельберт встретил Августина под Старым Дубом и приветствовал его речью. Кельтский крест высотой 7 метров был установлен в 1884 году. На западной стене креста вырезаны эмблемы четырех евангелистов «Мужчина, лев, бык и орел». И прямоугольные панели, показывающие благовещение, богоматерь с младенцем, распятие и преображение. Таблички на латинском и английском языках свидетельствуют о первой встрече Святого Августина и короля Кента Эстельберта, о первой проповеди и о распространении христианства в Англии. В VI веке Кентербери становится резиденцией кентского короля Эстельберта и его супруги-христианки Берты. Эстельберт I в 591 году наследовал титуль короля Кента и резиденцию в Кентербери. Он укрепил свои позиции, породнившись с одной из могущественных династий, взяв с жены Берту дочь парижского короля. Берта канонизирована в 612 году за то, что смогла убедить Эстельберта первым среди королей Ептархии принять христианство. По приказу Эстельберта закладывались новые и восстанавливались старые, еще римского периода, христианские церкви. По всему Кенту происходили обряды крещения как знати, так и простого народа. Эстельберт был канонизирован за то, что оказал огромный вклад в возвращение христианства на Британские острова. Берта приняла монаха Августина, который основал при королевском дворе аббатство святого Августина, а позднее заложил Контерберийский собор, который стал главным храмом Кентского королевства, а позднее и всей Англии. Аббатство святого Августина было построено в 598 году Августином Контерберийским при покровительстве Берты Кентской. В средние века аббатство служило усыпальницей архиепископов Контерберийских и королей Кента. Во время инициированной Генрихом VIII кампанией по распуску монастырей аббатство было изъято в королевскую казну в 1539 году. Затем находилось во владении различных дворянских семейств и продолжало разрушаться. В XIX веке стали приниматься меры по сохранению средневековых руин. Церковь святого Мартина построена в VI веке Бертой Кентской, как частная капелла. При строительстве использовались фрагменты более ранних античных построек. Святая Берта лишь возобновила храм, заброшенный после ухода из Британии римлянами. Король Этельберт позволил святому Агустину использовать капеллу жены для служб и разрешил свободно проповедовать. Контерберийский собор – это собор и митрополитская церковь Христа в Кентербере. Это главный агликанский храм в Великобритании. Здесь расположена кафедра архиепископа Контерберийского. По сообщению Беда Достопочтенного, святой Августин основал Контерберийский собор в 603 году. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кресло святого Августина – это мраморный трон, на котором в течение многих столетий проводилась церемония посвящения в архиепископы. С восточной стороны собор замыкает круглая капелла – венец Беккета, названная в честь венца Томаса Беккета, сброшенная с его головы во время убийства в 1170 году на ступени Контерберийского собора. После церковной реформы Генрих VIII стал главой Англиканской церкви. Сейчас главой церкви является Елизавета II. Ее скульптура вместе со скульптурой мужа установлена на соборе рядом со скульптурами других монархов. На этом я и заканчиваю свой рассказ. Встретимся в следующих выпусках. Не пропустите! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok